Заканчивается ознакомление с трассой, сейчас спортсмены в классе юноши будут выстраиваться в стартовой зоне. Хотелось бы, конечно, все-таки побольше массовости, чтобы вот у нас не семь там юношей ездил, а как минимум вдвое больше. Как это было, как это было 10-15 лет назад. Как-то у нас все-таки со штуками определенная проблема существует везде. Да, помню, когда проводили квалификацию, там как бились, там утешительные заезды, сколько это было эмоций, сколько это было страстей. Ну вот сейчас на мире получается 34 гонщика, лидер чемпионата Европы не попал в квалификацию, то есть как бы даже в 20-ку не попал в финал. То есть уровень-то достаточно серьезный получается у парней. Да, везде во всех технических, возьмем даже ту же Формулу-1, что там происходит, тоже те, кто следит, прекрасно знают. То есть это, опять же, не все зависит иногда от гонщика, от самого, иногда и аппарат может барахлить, и ситуация складывается так, где-то на кочку наехал, перевернулся, запнулся, ну и все. И вот как с Женей сегодня, да, ошибка, злую шутку сыграла, и вот у него уже первое место было, вот и на тебе, приехал. Ну ничего, что же делать. Ну трасса выбивается, я думаю, там сейчас уже просто колеи появились, и куда-то он попал в какую-то бутылку. Скорее всего, в страсти где-то как-то вот пытался, может быть, атаковать Дмитрия. Потом уже вторая половина заезда, уже усталость чувствуется, и здесь одно на другое наложилось. Итак, на старт выезжает у нас юноша, это последний заезд. Молодежное первенство России финиширует параллельно с чемпионатом. Правый край бровки пользуется большим успехом, пользуется большим спросом. Ну если оттуда смотреть левый, отсюда левый, отсюда правый, получается, что как раз вот по прямой можно выиграть старт запросто. То есть не надо особых движений делать, просто открывать газ и вот на вот эту вот горловину выходить совершенно сперва. Ну там нарыли-то уже колеи тоже на старте. Ну там уже, да, там уже конкретные такие прям колеи. 15 секунд до старта. Ну что, последний, заключительный в этом сезоне заезд у юноши и заезд вообще чемпионата первенства. Старт. Смотрим. Ну и Бабак. Бабак у нас. Крайне левый нападающий. А нет, 80-ка параллельно. 80-ка параллельно сейчас с ним шла, но вот только подъем, подъем Бабак застолбил лидерство. 80-ка тоже хорош сегодня Санин. Итак, Бабак, Санин, Лучина, Такаев, Крес, Моторин, Куюнжич, Гадиров, Викулин. Вот так выглядит это дело. Такаев, 4-й, Лучина, 3-й. Скорости, конечно, не те, которые были в предыдущем заезде, но все равно. Но у них ограничитель, курок, да, чтобы не нажали, не стрельнули до конца газом. Ограничено. Дроссельная заслонка открывается. Повтор старта для телезрителей. HD Extreme TV. Мы видим борьбу Бабака и у нас Санина, Константина. Они здесь были параллельны. Сейчас, но Санин раньше оттормозился и в горку Бабак уже вроде лидера влетел. Желтые майки лидеров едет. Итак, у него время на круге, сейчас посмотрим. Ух ты! Чуть-чуть он здесь его размотал, это как. Размотал это глобально вот на этой, на спрыжке. Ну, удержался в седле. Держался он, молодец. Ну, его переставило вперед, он носом шел. 1.21.9 Да, 1.21.9 у него скорость. Потому что остальные все 25 там, даже 35 улучин. Такая вышла на третье место, Максима обогнав. Максим показывает стабильно четвертый результат. Трасса здорово выбита, потому что буквально сейчас не влетел. Чуть-чуть лидер у нас на спрыжке вот эту кривую колею. Итак, 26 номер Бабак, 80-ка Санин, 23-й Рустам Такаев, 22-й Максим Лучина, 131-й Юрий Крец. Пятерка быстрейших гонщиков, 9 юношей у нас осталось в строю. Она в последнем заезде. Как это? Минуту 28 у нас проехали гонщики. Ну, этот круг уже у Бабака помедленнее, минута 25. Но он все равно быстрее всех, потому что у Санина 28, а у Такаева 29. Разрывы уже 6.3 и 7.7 практически достигли. Тройка, опять же, тройка отъехала. Тройка отъехала, но у нас Такаев взялся за Санина. В этом заезде он ямбургскому спортсмену наступает на пятки. Ну, а лидер уже фактически победитель молодежки. С 2015 Дмитрий Бабак с 6-го места прошлого года шагнул на первое. Захаров Павел Андреевич тренирует его. Константин Санин был пятый. Такаев был третий у нас. Такаев призер у нас. И Санин, похоже, призер молодежки. Но здесь будем посчитать, что у них получится. Ну, Максим Лучина, у него нет очков еще в этом сезоне. Он сколько-то себе заработал. Креца тоже нет. Вершигрук у нас имел очки, но он уже сам устранился у нас. Был шестой 89 очков. Моторин был седьмой 56. Вот тоже вот пополняет свой очковый баланс. Но Моторин шестым только идет. Он не так много очков-то зарабатывает. Сейчас Санин и Такаев в борьбе идут быстрее. Лидера Бабака примерно на 2 секунды. Вот Бабак, а вот у нас уже и Санин. Был 4 секунды разрыв. Сейчас он меньше. Стабилизировалась, скажем так, тройка лидеров у нас. Каждый занял свою позицию. Одна треть заезда прошла. Пять минут шестая идет. Костя, конечно, предпримет попытку атаковать лидера. Но я думаю, что Дмитрий не уступит ему. И будет лидировать, я думаю, дальше, учитывая его скорость. Ну, Бабак весь сезон он очень ровно провел. И вот был у него какой-то в устьюге затык, что он проиграл ребятам тогда в субботу. А зато в воскресенье кубок выиграл. Опять разъехался. Да, судя по тому, как тут гонщики преодолевают этот трамплин перед финишной прямой. Вот тут, конечно, да, выбито все. То есть очень аккуратно надо им ездить. Уже два раза приземлялись неудачно. На бок так. Да, здесь все-таки ратрак не помешал бы как раз. Вот именно в сутрасу он не успеет. Но вот именно такие спрыжки, запрыжки, старт, да, это, конечно, вполне по силам этим тракторам, вполне по силам исправить. Потому что это речка о безопасности имеет место быть. Просьба гонщикам класса взрослые сдать датчики электронные транспордеры. Сдайте в судейскую датчики, а то проблему увозят их домой, как сувенир у нас. А датчик стоит далеко не 3 копейки. И самое главное, их же надо приобретать, заряжать, обслуживать. То есть вот такие проблемы существуют. Мне нравится на сайтах Ленинградской МОД Федерации они пишут. Пишут уже письмо. Сдайте датчик. Там Иван Иванович Иванов. Видно, он уехал. Уже где-то ему по электронной почте такие вещи высылаются. Бабак. Пятый круг закончил. Минута 24,8 у него. Лучший круг 21,9 был. Так что у нас Санин. Санин медленнее сейчас. Санин минут 31. Уже 10,5 разрыв. Ну и положа руку на сердце и Такаев отстал. Такаев минут 35 еще. То есть уже у них сила заканчивается. Мы тут беседовали с Максимом Шевченко о прошлом, о гонках юдышей прошлых лет. И он так визуально говорил, что намного быстрее все было. Наверное, это было так. То есть такие более массовые, более зрелищные, забойные соревнования. Ну, все идет по каким-то спиралям, развивается по циклам. Тут еще можно сказать, тут еще можно сказать, еще такой момент, что в детстве и сахар был слажен. Да, небо было голубее, трава зеленее. Да, и деревня выше. Молоко белее, деревня выше. Девки красивее были. Да. А как бы, в общем-то, сейчас все не так, не совсем иначе. Ну, это вечный конфликт молодежи с... Я читал такую вещь, пишут, что какая сейчас молодежь, это там все ерунда. Это пишет Аристотель про греческую молодежь до нашей эры, да, как бы говорит вот такая вещь. То есть 2000 с лишним лет прошло, а проблемы-то, в общем-то, не изменились. Не меняются, абсолютно с вами согласен, конечно. Вот, они читают не то, смотрят не то, одеваются не иначе, да, там не так. Все не то и все не так. Плоссов такую, в общем, выдал там по полной программе для древнегреческой молодежи там свои мнения. Это вечная проблема, извечные всегда будут ругать молодежь, но на самом деле молодежь у нас такая достаточно перспективная, что там говорить. Ну, молодцы ребята, показывают скорости. В любом случае, хотя бы вот тройка у нас лидеров обозначилась. Тройка есть. И уже к этой тройке будут подтягиваться другие. Ну, и она, самое главное, что тройка-то молодая, они 16-летние. Мы их же увидим в следующем сезоне. То есть, как бы не будет такой сменяемости, если бы им всем было по 18 лет, мы на следующий год увидели бы вообще других или не увидели бы гольщиков. Потому что, конечно, падение рядов есть. У нас пропал класс юниоров, да, незаметно два года назад. То есть, получилось, мы их просто не набирали. Вот сейчас было три класса, осталось два юниора до 21 года. И как бы увеличить количество юношей, пусть даже за счет легионеров, мотокроссменов, там, кого угодно, велосипедистов, как киргизы. Да, велосипедисты, это вообще... Ну, бомбардистов, да, там, всех подключить туда. Еще бы конькобежцев привлечь, было бы вообще хорошо. А есть вот конькобежцы, особенно фристайл, которые отчаянные в кокейных шлемах несутся по льду таких ванных. Вы имеете в виду... У них и защита такая глобальная. Шорт-трек вы имеете в виду? Не шорт-трек, а с горы, которые ездят по 4 человека, вот у них открываются. Там, я думаю, скорости мало снегоходом выступают. Они там лупятся, ребята, прилично. Так там и трюки такие... Они и прыгают, и в воздухе летят, да, это серьезно. Кстати, вот я могу сказать, что, наверное, этот вид спорта, он достаточно... Вот травматизм, он, наверное, тоже, дай боже, дай боже, идет. Итак, Бабак, моторы на круг прошли у нас. Сейчас Санин отстает на 19 секунд от лидера. 10 минут позади гонки. Одна треть осталась, последняя. 5 минут плюс 2, и мы узнаем новые имена. В молодежном первенстве. Бабак чемпион промчался. Ну вот дебютант, например, парень, которого я вообще не знал никогда. Это Гадиров. Сарван Сахап Аглы. Ямбург Новый Уренгой. Молодой парень, тоже 99-го года, 16 лет. Ему 15 даже, 16 будет только летом. Тоже будем надеяться, что будет добавлять по скоростям. Вообще, когда мы видим, конечно, новые имена в любом виде спорта, в том числе и просе на снегоходах, это отрадно, что он растет. Был, есть и будет есть. Хочу сказать спасибо зрителям, которые сохраняют терпение, остаются, смотрят, поддерживают. Потому что обычно вот в этом отношении Уренгой, конечно, немножко уступает. Вот самое вкусное посмотрели, замерзли и ушли. Но вот остаются, поддерживают. Спасибо вам, дорогие зрители, что не покидаете своих мест, смотрите, болеете, поддерживаете. К сожалению, фристайл стал очень дорогим удовольствием. И в этом году мы ни разу его не видели на российских этапах, и на Европе тоже. Потому что у нас импортные спортсмены, исключая Диму Склерова. Вот кого мы можем подтянуть, фристайлисты, там, в перерывах между. Так остальные все шведы, американцы у нас. И, собственно, со всеми событиями. Я из соцсети ВКонтакте узнал, что у нас еще и Артем Чернявин практикует фристайл. Ну, у нас еще и Быков тогда уже, Алексей. То есть, если всех собрать российских, может быть, мы тоже что-то наберем. То, в принципе, может быть, наберем, да. На какую-то там... Не такой, конечно... Не такой зрелищный. Зрелищный, не с такими сальто. Да, там, как бы... Но, по крайней мере... И в этом плане были вещи. Потому что, ну, худо-бедно у нас на двух колесах фристайл все-таки есть. И у нас тот же Колесников, Айсин, там, у нас те же Ярыгина, они бэкфлип прыгают там. Ну, на определенном уровне. Как бы два клуба, вот это FMX 13 Колесникова и Ферзи, клуб Ферзь у нас Ярыгина и Иванкова, они вот как бы есть. А в таком, в снегоходном кроссе такого коллектива нет. То есть, есть там три гонщика, которые вот по разным городам разбросаны у нас. И там что-то себе прыгают. Нет пока у нас, да, такого единого клуба по фристайлу, которым бы занимались ребята, конкретно именно занимаясь этим. Но пока, вот видите, этот бизнес у нас пока не развивается, потому что он слишком... Не только, не то, чтобы даже дорогостоящий, просто нет пока традиций. Традиций, здесь все-таки культура должна быть. Это же опасная очень штука. Да, конечно, очень опасная. Это как минимум им надо уехать отсюда года на три, на четыре туда, там жить все это время, учиться там, все это впитывать. И только уж после этого, может быть, сюда приехать и уже здесь развивать. Потому что иначе никак. Ну а потом это глагодичная схема. Макрос на один прыгает летом и зимой на колесиках. Летом у него грузовик такой с приемным этим трамплином. И вот по фейсбуке мы там переписываемся. Он показывает и летом все свои вот эти подвиги, которые есть. 13 минут позади в этом заезде. И уже остаются считанные минуты до конца сезона чемпионата и первенства России. Мы сказали про тройку, а тройка-то уехала навсегда у нас. Потому что начиная с четвертого места уже круг и более проигрывают все остальные. У нас круг, два, Куюджич на последнем месте. Он четыре круга проигрывает лидеру сейчас вот на этот момент. Да, конечно, есть вот такая проблема скоростная у Юдыши. И она особенно остро смотрится. И вот сейчас он быстро шел у нас лидер. И поэтому не успела. 15-я минута закончится. Ему три круга осталось. Вот Лучина с Такаевым. Борьба за оппозицию имеет место быть. Рустам Такаев Максима догнал. Но он уже был впереди. Он уже был впереди. Он утратил вот это третье свое место. И сейчас пытается его вернуть. Ему это важно как и на этапе, так и по всему молодежному первенству. Потому что если у Лучины нет очков вообще, то у Рустама такая хорошая сумма. И он на подиум вполне себе попадает. Ну а зрители, которые уже дождались до конца, они могут дождаться награждения. И посмотреть, кто же у нас выиграл этап, кто же у нас выиграл чемпионат и молодежное первенство. Потому что наши все вот эти расчеты, они носят такой сугубо предварительный характер. Потому что там есть судейские могут быть решения. Вот в частности тот же Склеров у нас на Кубке России был аннулирован результат из-за того, что ему там подали подставку, ему там дорожку протоптали за постороннюю помощь. То есть была вот такая вещь. Мартюченко выиграл кубок тогда в Великом Устеге. Ну такое тоже случается. Никто не хотел специально помочь и оказать медвежью услугу, но вот она произошла. Кстати, будут награждать и тренеров, будут награждать механиков, будут награждать всех, кто принимал участие непосредственно в организациях. Потому что достаточно трудоемкий процесс. Сколько сил и здоровья. Два круга. Два круга у нас. Складывая те же механики. Да, закадровая такая работа достаточно. Титанический труд у механиков. Достаточно тяжело быстро, мгновенно отреагировать на поломку снегохода и починить ее в оперативном режиме. Это достаточно... Это дорогого стоит. Хороший механик, это полкоманды. Да, здесь от всех составляющих. Здесь не выделишь... Да, да, так же, как и работу тренера, так же, как и работу самого гонщика на трассе, так же, как... Ну, в общем, тут, да, тут все составляющие, поэтому не отметить... Только коллектив в победе принимает участие. Поэтому командный... Командное первенство, командный зачет, он очень важен. Потому что это работа команды. В целом всей команды. Тут, да. Хочется, конечно, всем этим ребятам сказать огромное спасибо за то, что они делают и вкладывают в снегоходный кросс свое здоровье, свои силы, свое умение, поддерживают его всячески. А вот я обратил внимание вот на что. А Рустам такая, похоже, опять проблема. Он лучину не может догнать сейчас по скорости. И похоже, что Максим у нас в этом заезде, во всяком случае, на подиум попадает. Подымется, да. Станет призером. То ли устал, Рустам, то ли не едет в снегоход, то ли и то, и другое вместе взятое. Он сейчас проигрывает Лучине 4 секунды с лишним. О, это много. Это очень много. Лидер на последнем круге. Тоже видно, что лидер подустал. Да устал, конечно, не то слово. Здесь все-таки перерывы маленькие. Это что, получается, что Максим за ним идет? За ним идет Максим, но в круге отставание. Здесь вот так у нас. Теперь в круге только два гонщика. Бабах и Санин. Уже не трое. Не трое. Но был еще, был еще там Такаев, который, видно, сам куда-то улетел. Там в дальние края у нас. Из дальних краев возвращать уже надо. Лето на носу. Да, лето на носу. Ну что, сколько у нас там? Да все уже, круг последний идет. Последний круг. Вот у нас уже бабак. Бабак у полкруга осталось. Уставший и непобежденный. Нет, молодец. Он стабильный такой, конечно, гонщик. Были у него такие провалы, но случайные вещи. По ходу сезона. А так он весь сезон набирал очки. И вот от первого до последнего этапа пролидировал. Конечно, вот у тех же норвегов, у шведов, у них очень здорово. Много подрастающего поколения. И все молодые там. Вот те же гонщики. Тот же вот этот норвег, который серебряный призер Америки у нас. Ну что сделаешь? У нас то, что есть, то есть. Получается. У них там просто отборы такие колоссальные. Элиас Исхойли. Вот 16-летний норвег сейчас самый быстрый из европейцев среди юношей. Но у них юноши другие. У них 14-16 лет. Ну что? А эти как бы взрослые. Итак, чемпион чемпион мира его окрестностей в классе молодежного первенства России Дмитрий Бабак. Стартный номер 26. Факел новой рингой. Ну и чемпион этапа. Поздравляем с бронзой Максима Лучину на этапе. Да, получается. Если так, если сложить. Серебряный призер у нас 80-ка. Санин. Норвеги. Норвеги. Норвеги живут. Норвеги. Норвеги живут. Норвеги. Норвеги. Третий. Такая. В четвертый. Куюнжич. Девятый. Последний. Отстал он в итоге на 5 кругов. Но финишировал. Вот еще одна вещь. Он, кстати, в мотокроссе. Есть вот это контрольное время. 75 кругов от лидера надо накрутить. То есть здесь не получается. То, может быть, в снегоходах на это смотрят сквозь пальцы. Ну что, поздравляем всех с закрытием сезона очередного 2015 года. Спасибо, что все это время следили, болели, переживали. Победители сейчас будут известны через несколько минут. Но остается только пожелать удачи нам всем в 2016 году. Все взмахом. А вот что интересно, опять 78 номер у нас куда-то делся. А нет, едет, едет. Просто между ними круг разницы как раз, да. Все, ну теперь точно уже можно сказать, что точка поставлена. Вот все, все понятно. Точка поставлена. Чемпионат закончен. Сезон закончен. И, как говорят в этот момент в съемочных группах, всем спасибо, все свободны. Все свободны, да. Ну, награждение. Да, еще награждение. Поэтому хотелось бы, чтобы зрители пришли и поддержали ребят. Поболели, покричали. Спасибо.